всем привет с возвращением дорогой алексей это я себе говорю я приехал с дачи домой в город и тут же принялся слушать городскую музыку а что такое городская музыка ну в первую очередь это конечно джаз потому что я как-то с трудом могу себе представить джаз-клуб в деревне джаз-клубы обычно все-таки это городское развлечение также как и джазовые концерты джазовые фестивали ну возможно я не все знаю в этой жизни но большинство концертов на которых я бывал большинство клубов в которые я ходил джаз я имею ввиду они все-таки находятся в городах поэтому музыку будем считать городская несмотря на то что она акустическая казалось бы ее можно и в поле играть и где угодно я думаю что и играют просто я не так широко охватил эти джазовые мероприятия чистая акустическая музыка всего этого она не стареет вообще вообще никогда не кажется архаичной потому что тембры все те же самые те же трубы те же саксофоны те же барабаны те же контрабасы из века в век эти звуки мы слышим то есть человечество слышит и наслаждается этой прекрасной музыкой вот замечательная пластинка которую я всем рекомендую обложка не оригинальная здесь miles davis milestones называется она обложка другая здесь вот может быть мелко если это видно будет вот эта оригинальная обложечка пока а это переиздание уже новое оригинальное у меня нет к сожалению пластинки от чего я не могу сказать что страдаю потому что записана эта штука ремонтирована очень хорошо очень хорошо звучит один кстати говоря звукорежиссер сказал такую вещь что если бы рок-музыку записывали также как записывали джаз это была бы великая музыка но к сожалению может быть к счастью все не так и рок-музыка тоже хорошо записана в большинстве своем она записана по-разному записи групп таких гаражных андеграундных и не шибко популярных а скажем так творческих 60-х годов записаны примерно такими же непопулярными но очень творческими звукорежиссерами и это создает определенный флер когда прослушиваешь эти пластинки потому что они конечно где-то как-то через пень колоду сделаны но так и надо звучать музыкантам это нравилось когда они слушали сводили эту музыку значит это и есть тот самый продукт который слушатели должны воспринимать музыканты так вот и сделали готовый цельный продукт мне вообще несколько раздражает когда слушатели начинают говорить это плохо сведено там это плохо отмастерено слушайте вы отдаете себе отчет в том что сидели профессионалы и профессионально всем этим занимались если они сделали так то так и нужно ну за рядом исключений конечно там откровенно бракованных каких-то штук но в принципе ладно проехали итак мальстоунс это если мне память не изменяет пятьдесят восьмой год и как пишут критики это первое явление в музыке мальса дэвиса того того самого модального джаза хотя первого конкретного ничего никогда не бывает мальс дэвис к этой штуке шел и ну невозможно не могу я себе представить что смаз дэвис сидел дома или там в студии и думал дай-ка я сейчас буду играть модальный джаз ну-ка давайте господа музыканты собирайтесь слушайте меня сегодня мы будем играть модальный джаз экспериментировать в эту сторону изучать эту штуку это полная чушь это так не бывает это невозможно это только совершенно безбашенные ничего не понимающие критики или комментаторы пишут такую вещь что мы решили изучить это направление полная хрень никто ничего не решил изучить играют так как захотелось в данный момент захотелось сыграть так будем играть так несмотря на то что у дэвиса академическое образование вполне себе музыкант такой музыкант музыкант музыкантов в смысле понимание теории музыки он конечно не собирался вот так вот сегодня я буду играть модальный джаз в одной только композиции под названием milestones на второй стороне все остальное будет бибоп я так решил но можете себе это вообразить но это же ерунда полная но пластинка безумная она просто настолько совершенна что езды 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 кто не слышал никогда музыки майлза дэвиса я советую начать слушать именно с milestones она хороша по всем статьям во первых состав какой мозг майлз дэвис понятно труба джон каутрейн тенор саксофон джулиан канонбол эдерли альт саксофон ред гарланд фортепиано пол чамберс великий контрабас и филли джо джонс ударные писали несколько дней не буду читать здесь написано не сразу было это сделано не не с одного на скоб так сказать серьезный подход но это действительно революционная вещь это переход к величайшей пластинки всех времен и народов kind of blue где тот самый модальный джаз в полной мере представлен уже то есть сейчас я примерно расскажу что это такое я уже рассказывал несколько раз что это такое приводил цитату алексея козлова который наиболее внятно охарактеризовал что же такое модальный джаз бибоб это когда музыканты играют от себя в публику а модальный джаз это когда музыканты играют в себя на самом деле конечно нет на самом деле там есть специальное музыкальное определение ладовая музыка обыгрывание мелодии с изменениями лада или не с изменениями лада а игра в определенном определенном ладу от от каждой ноты построения мелодии но в любом случае это выход из клетки гармонии и вот в milestones это очень хорошо и показано это первая вещь на второй стороне которая начинается просто классическим биббопом таким такая веселенькая ну я не те ноты пою но это абсолютно неважно смысл понятен а потом вдруг раз кусочек очень красивой мелодической фразы которую дэви сыграет на трубе и и пошло просто парение пошло парение в гармону в отсутствие гармонии я бы сказал то есть гармонии больше не существует существует один аккорд который обыгрывается с полным кайфом с полным просто удовольствием дуэтом саксофонов колтрейна и канонбола эдерли майлсом дэвисом фортепиано басом ударными потом другой аккорд обыгрывается и та самая мелодия которая была в начале то есть две точнее вот эти вот мелодические вот эти штучки и 2 2 мелодия которая после них прозвучала буквально там один такт это все обыгрывается до неузнаваемости но с узнаваемостью и все это все это летит парит и такое такое удовольствие от музицирования это слышно просто причем это же мастера это асы это супер профессионалы и там не абы что играется можно подумать да что я так говорю что гармонии нет играешь что хочешь ничего себе подобного играется очень точно очень музыкально и так затягивает так поглощает эта музыка что понимаешь туда модальный джаз это очень круто это больше серьезно это не фри джаз который существует отдельно майлс дэвис потом пришел и к фри джазу где-то какими-то местами но это модель модальность это очень музыкальная история очень красивая и вот когда заканчивается milestones начинается били бой стандарт traditional это классический бибоп такой и кажется вот здесь как раз ощущение конечно этого ничего не планировалось и конечно альбом выстраивался не так как я сейчас говорю но ощущение такое что после вот этого полета модальности музыканты поняли что почувствовали что мы можем это как круто получается как здорово получается и зарубили классический бибоп просто в расслабуху просто в удовольствие себе с полным набором всего со свингом с дикими солирующими партиями с соло на барабанах которые кстати и в milestones в этой вещи тоже присутствует и последняя вещь строить но чизер пьеса телониуса монка на 10 минут где всех конечно по очереди солирует все играют огромная часть фортепиано и прекрасная очень здорово а на первой стороне мы входим в этот альбом с пьесой доктор джекил джеки маклина которая врубается просто с дикой скоростью вот просто ставишь пластинку и такой удар так с такой скоростью начинают играть одновременно труба два саксофона но и ритм секция и фортепиано чтобы господи как так можно вообще как возможно так играть так быстро так круто и после этого начинается перри перекличка дуэт саксофонов разговор двух саксофонов тенора и альта соответственно колтрейна и эдерли который как написал один критик очень правильно писал играют зеркально зеркальное отражение друг друга вот такая перекличка довольно длинные тактовые у них такие куски и и подхватывают друг друга играют абсолютно импровизация но в рамках опять-таки пьесы потому что пьеса конкретная доктор джекил это написанное произведение это не просто а вы что но этот тот самый бебоп уже с уходом почему я сказал что не было конкретного перехода вот эта модальность это не модальность уже заходы туда в обыгрывание аккорда просто и хотя гармония все-таки присутствует в полной мере следующее полотно сидс ахет майлз дэвиса медленная блюзовая такая штука с быстрым саксофоном соло а потом с тем что мне больше всего нравится у мальца дэвиса это его длинные ноты когда он играет четвертями и восьмыми это конечно мастер длинных нот дэвис и так гипноз это неправильное слово здесь это музыка высший просто высшие пробы это что такое музыка музыка это звук да и вот донесение этого звука работа со звуком работа с мелодией вот это все здесь сидс ахет в полный рост мальс дэвис показывает опять таки но это мой вкус мое мнение я сказал что-то мастер длинных нот он и скоростной музыкант конечно безумный был но все-таки вот его с годами он пришел к длинным нотам он играл поменьше потоньше и более точно по расположению этих самых нот не на нотном стане а в полотне которая звучит который воспринимают люди и здесь кстати дэвис играет еще и на фортепиано вешает такие аккорды откладывают трубу когда играют саксофоны и вешает такие аккорды очень похожи на то что потом играл джордж завинул такие вот небесные 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 облака вот в виде аккордов фортепиано фортепиано они записаны по фонограмме тихо но их слышно они читаются и очень все красиво ну тубас хит последнее произведение где все опять бросаются вперед не обгоняя друг друга поддерживая друг друга и очень здорово кстати в доктор джекил очень хорошие не длинная но интересная соло на контрабасе со смычком очень красивые выходы ударных отличные и в сит ахет прекрасные паузы когда остаются одни барабаны выходят из общего ритма играют свою ритмическую структуру а потом раз одновременно включаются все играют прежнюю прежнюю ритмическую такую вот сетку хотя сетка это трудно назвать это очень свободная музыка вне всяких сеток но тем не менее она поскольку эта пьеса она не полностью симпровизирована она все-таки написано то определенная структура в ней есть и вот они из этой структуры выходят через ударные когда остаются одни ударные потом раз опять пошла эта структура очень здорово майлс ахет смысле сит ахет вот эта длинная пьеса медленный блюз такой очень красивый в общем мальс тоунс городская музыка я вернулся и будут наслаждаться вот этой штукой за этой выпью сейчас пойду вместе с вами пока